Девочка-пай Что мы знаем про балет? У большинства ребят моего возраста возникает такой ассоциативный ряд, как Волочкова на Мальдивах, Цискарицы, балетная пачка и так далее и тому подобное. А что такое балет на самом деле? Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и мы его ведущий Роман Полинсков и я Виктория Новикова. И сегодня у нас в гостях артисты балета Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Масаджа Лиля. Девочки, здравствуйте! И вот смотрите, вокруг жизни балерин существует очень много мифов. Ведь эта профессия достаточно такая загадочная и все знают ее только с одной стороны, да? С одной стороны медали, что это помпезные шикарные балеты, декорации, утонченные балерины с милыми улыбками на лице. Но что же такое балет на самом деле? И как рождается вообще высокое искусство? Поделитесь с нами сегодня, пожалуйста. Ну, высокое искусство рождается, конечно, очень тяжело. И, как сказала известная актриса Фаина Раневская, балет — это каторга, усыпанная цветами. И на самом деле, наверное, так и есть, потому что балет — это огромнейший труд. Мы на данный момент времени находимся в театре с утра до ночи. Приходим полдесятого и уходим полдесятого. Это в лучшем случае. Вот. Очень много репетируем. Постоянно какие-то перемены, остановки, заново, заново, заново. Вот. Все мы проверяем в зале, в балетном, с педагогами, у станка. Это каждодневный тяжелый труд. А зрителю достается только десерт. Самое красивое. Уже все улыбающиеся на лицах никогда не скажут, что у них что-то не то или что-то в жизни там может быть не так. Мы всегда улыбаемся, мы всегда рады, мы всегда с удовольствием танцуем. Да, я никогда не жалела о том, что выбрал все-таки для себя такой путь? Ну, мне кажется, в жизни каждой балерины есть какие-то моменты, когда что-то не получается, что-то огорчает. Но когда выходишь на сцену, начинаешь танцевать, тебе улыбаются зрители, хлопают тебе. Думаешь, да, по-моему, здорово, что я здесь танцую. Великое счастье выходить на сцену. Что сорвало эти аплодисменты, да? Да, это самая лучшая похвала для нас, даже не педагогов, а когда зрители встают и аплодируют, и долго-долго не отпускают нас после поклонов, ты стоишь и думаешь, ну, значит, не зря, значит, не зря мы здесь работаем. Что это все того стоило? Да. Люба, а у тебя как? Ну, так сложилось в моей жизни, что я, наверное, с детства, в принципе, как бы я, ну, не знала вот так вот балет, не знала его как, ну, в таком широком смысле, как балет искусства. Меня отдали в хореографическую школу в детстве и, ну, как, наверное, многих детей для общего развития. То есть, как бы я не, ну, не представляла всего того, что есть на самом деле. Я с детства очень любила танцевать и росла, мне нравилось танцевать, мне нравилось заниматься, мне нравилась музыка. И постепенно, наверное, уже по окончании школы нужно было что-то думать, как-то куда-то поступать дальше, чтобы получать профессиональное образование для того, чтобы работать в театре. И тогда я поступила в хореографическое училище, Башкирский хореографический колледж Эмир Рудольфа Нурива, город Уфа. Поступила уже на первый курс и проучилась там три года. Получив образование, я пришла в театр. И, ну, мне кажется, как-то должно быть, не знаю, если ты любишь то, чем ты занимаешься, если ты любишь свое дело, то как-то ты не воспринимаешь ее как работу, конечно. Порой мы забываем, когда каждый день одинаков. И каждый день мы приходим, наш день начинается с того, что мы занимаемся у станка, разогреваем свое тело, подготавливаем его для дальнейших репетиций. И дальше как бы у нас идут репетиции, спектакли. Но если ты любишь свое дело, то тебе это не тяжело. Ну, так сложилось в моей жизни. И я не жалею, что я выбрала эту специальность. Я очень люблю балет, очень люблю танцевать, музыку. Поэтому получаю это удовольствие. Ну, вот смотрите, говорят, что балерина у нее очень короткий век. То есть во сколько вообще балерина выходит на пенсию? Ну, смотрите, у каждой балерины есть стаж. Мы, ну, так сложилось, что балерины могут танцевать в хорошей форме 20 лет. То есть если мы после училища пришли в театр, ну, я, например, пришла, мне было 18 лет, то чисто теоретически в 38 я уже могу выходить на пенсию. Вот. 20 лет, а у солистов и то меньше, 15 лет. Поэтому вот у нас уже очень полтеатра с пенсионными удостоверениями ходят. Ну, да, конечно. А что касается вашей физической подготовки или проблем со здоровьем? Вот я все-таки знаю, что вы еще пока не, ну, будущие мамочки, да? То есть вот как ваше здоровье? Говорят, что там, ну, позвоночник, да, большая нагрузка, в том числе там ноги. То есть вот как у вас со здоровьем дела обстоят? Ну, как-то я вот недавно об этом задумалась. Тоже многие спрашивают, вот, там, тяжелый труд, тяжелый труд. Но на самом деле мне кажется, что каждая профессия, каждая специальность, она трудная. И у каждого человека свои проблемы. То есть как бы у нас, наверное, это да, действительно, там, ноги, позвоночник. Ну, как-то стараемся, разгружаем различные, как бы там, какие-то процедуры делаем, что-то, ну, укрепляющее, чтобы не было проблем. Ну, Люба так завуалированно, конечно, сказала. А на самом деле, ой-ой-ой, как все болит, и как все тяжело. Если так уж честно нам сейчас рассказывать. Вот, все болит, а если, например, у нас там несколько часов женского балета, когда мы одеваем пуанты в 11 часов и снимаем их только в 14 часов, просто ноги, ну, я не знаю, вареный урюк выглядит лучше, наверное, чем наши пальцы. Вот, да, холодная водичка помогает, солевые ванночки. Но так, конечно, и связки, и растяжение, от этого никто не застрахован. У нас сейчас в Труппе такая тоже ситуация, когда народа катастрофически не хватает, потому что очень многие ушли на больничный. Из-за огромных количеств нагрузок у нас просто раз упал, два упал, и все идут на больничный. Поэтому очень-очень травмоопасная профессия. И, к сожалению, очень мало специалистов, которые действительно хорошо, врачи я имею в виду, хорошо могут сразу распознать диагноз, помочь, и правильное лечение назначат. К сожалению, вот есть какие-то общие, да, хирурги, травматологи, а именно которые работают со спортсменами и артистами балета, их очень мало, их не хватает. Вот. Наверное, у вас есть какие-то свои секреты, как быстро восстановиться, в том числе вот что-нибудь такое, может быть, поделитесь? Когда ноги очень сильно устают, гудят, и вот надо привести их быстрее в чувство перед, возможно, балетом. Вот что-то есть? Ваши какие-то маленькие секретики, как быстро восстановиться? Лечь на пол и поднять их кверху, чтобы немножко кровь отлилась. Вот. А так, каких-то прям таких секретов у тебя есть? Ну, если только, наверное, массаж, поход к массажисту. Мне вот это сейчас понравилось, коллега у другого. У тебя есть? Поделись. Это ее личные секреты, она никому не рассказывает. И номер массажиста она не даст никому, да? Не упрашивайте. Ну, а сейчас предлагаю перейти уже ближе к закулисной теме. Насколько я знаю, там в балете тоже такая достаточная конкуренция среди... Как правильно? Те, кто... Балерин, артисты. Да, балерин. Артисты балетов. Да, то, что там стекла в эти, в пуанты закидывают, подвязки рвут. Да, это, знаете, такие тоже, как сложившиеся стереотипы балетной жизни. На самом деле, но я не знаю, как в остальных театрах, да, но в Казани у нас один театр оперы и балета, и поэтому у нас как-то все проще с этим. У нас все танцуют, и у нас у всех есть работа, у нас у всех есть какие-то партии, в которых они могут себя проявить. У нас в каждом спектакле практически есть по два состава какого-то сольного номера, сольной партии, поэтому все могут себя показать зрителю, и как бы такой прям жесткой конкуренции нет, а уж тем более вредить здоровью у нас точно никто не будет. Могут сказать за спиной, конечно, но так яро никто нам ничего не подкладывает. Ну, а так вот, допустим, придется в училище какая-нибудь новая балерина к вам, причем такая топовая уже на уровне, начнет там выдавать различные пироэты, как это все называется, к сожалению, не знаю. И что будут делать те, кто уже постарше, те, кто давно как-то будут присмирять молодежь? Ну, можно и так сказать, но у нас как-то в почтении больше такое взрослое, конечно, поколение, но все на равных, можно так сказать. Если ты приходишь с училища, а с училища все приходят обычно такие очень сильно подготовленные, как кажется, да, такой юношеский максимализм, я все могу, я все хочу, но театр как-то так это, успокойся, успокойся, усмиряет, и потом все на одной волне становятся, и взрослые, и помоложе, поэтому хорошо, если много вертится, прекрасно, пусть вертится, это никогда плохо не было. Несмотря, вот, дополню немного, несмотря на то, что, да, многие приходят очень действительно технически хорошо подготовленные, но все-таки работа в театре и училище – это разные вещи, потому что в театре тебе нужно уже работать, допустим, ты начинаешь с крыды балета, тебе нужно уметь работать в коллективе, тебе нужно уметь, ну, вот даже вот у нас, допустим, есть хореографический рисунок, такие, как вот держать линию, то есть нужно уметь, нужно смотреть, кто стоит рядом с тобой, кто стоит впереди тебя, кто стоит сзади, и, как бы, вот такие нюансы для вновь пришедших, они, конечно, достаточно новые, поэтому вот им тоже есть над чем работать. Наоборот, старшее поколение подсказывает, как нужно и что нужно, и где, где здесь посмотреть, где здесь повернуться. Ну да, но все равно не стоит, наверное, забывать то, что ты им подсказала, потом ты сказал, ну, ты пенсионер, иди уже, отдыхай. Есть такие, есть такие наглые, да, ну, ничего, они тоже будут на этом месте через 15 лет, так что ничего страшного, им потом так скажут. Да-да. А бывало ли такое, что, допустим, кто-то уходил из балета в другой вид танца, и из других видов танца уходили в балет? Так возможно? Ну, из балета уйти в какой-то другой вид танцев, конечно, можно, а вот обратно, я думаю, что проблематично, потому что все равно классический танцовщик, должен обладать школой, школой, хореографической школой, которой мы учимся 8 лет, все-таки такая база, которая у нас даже вот в училище есть, народное отделение, да, и, закончив училище, люди, ну, даже классическое отделение, они могут спокойно идти в ансамбль. Но если ты закончил какой-нибудь народный, там, колледж или школу, или у тебя народное образование, ты в балет никогда уже не пойдешь, потому что все-таки классика, балет — это основа всех основ, вот. Вот. Если ты имеешь классическое образование, ты уже в любой вид деятельности танца можешь спокойно внедриться. Вот. Даже, мне кажется, вот и в цирках, и какие-то любительские занятия все равно все начинают у станка, все делают демиплие, батман-танзю. Ну, основа основ. Основа основ. В общем, без этого никуда. Хорошо. Вот смотрите, ну, мы уже сказали о том, что, ну, балеринский век такой достаточно короткий. Что же потом? Чем вы хотите заниматься дальше? Когда уже, наверное, придется покинуть сцену? Ну, здесь, в принципе, каждый выбирает сам. Кто-то решает продолжить дальше. Это будущие педагоги, возможно, буллетмейстеры, постановщики. Но я выбрала профессию педагога. Мне нравится объяснять, мне нравится, когда ты говоришь человеку, ты прорабатываешь, допустим, с ним что-то, и у него это получается. То есть, ну, доносить до человека, донести до человека информацию так, чтобы он понял. Поэтому я выбрала специальность в профессии педагога. И вот сейчас учусь. И надеюсь, что в будущем буду преподавать. А у тебя, Дарья? А я решила не быть такой, как все, потому что большинство, и даже мой супруг, он тоже танцует. Он закончил в том году консерваторию. У нас очень многие заканчивают консерваторию или уезжают в другие города, тоже там балетное образование получают. Потому что, ну, как сказать, это ближе, да? Потому что мы уже там что-то знаем, это ближе. Мне не хотелось быть такими, как все. И я поступила в наш княто-каймин, имя Туплева. Вот, учусь на четвертом курсе, заводчинное отделение, реклама, связь с общественностью. Так что я будущий пиарщик. Вот. Чтобы потом не скучно было. Ну, а вообще, как думаешь, ты сможешь без сцены жить? Потому что говорят, что если ты все-таки попал на сцену, то потом постоянно хочется опять в это состояние вернуться. Очень сложно уйти в сцену. Почему вот многие артисты вот до последних своих лет, так скажем, вот уже там с молодыми наравне, то есть не могут уйти? Ну, как ты думаешь? Знаете, да, конечно, наверное, тяжело будет уйти со сцены, потому что все-таки это какой-то особый мир. Это храм искусств. И выходить на сцену всегда приятно, всегда хорошо. Но, к сожалению, мы не можем танцевать долго, да, и здоровье не позволяет, и выглядеть мы уже будем не так, как сейчас, например, да. Поэтому я считаю, что нужно это принимать как само собой разумеющееся, и уходить со сцены всегда нужно вовремя. Потому что когда уже не поднимается нога, или не выворачивается ничего, нужно просто подумать в этот момент о зрителе. Зритель приходит, хочет посмотреть на красивых воздушных балерин, которые прыгают, которым все легко, а не когда ты уже вся скручившаяся, больная, и на тебя неприятно смотреть. Мне кажется, надо уходить вовремя и вспоминать потом, учить молодых. Наш педагог по классике всегда говорил, девочки, какое счастье, что вы можете танцевать, что вы танцуете. Эх, где мои года? Да, вот. Да? Ну, девочки, еще интересно, конечно, насколько вот наш театр, да, в Казани, он на каком статусе вообще, вот по России, можно сказать? Или вот по жесткому отбору девочек, да? То есть конкуренция та же самая, или вот подбор, что, ой, у тебя маленький рост, все, там, тебе не место в нашем театре. Есть ли такое у нас в театре оперы-балета? Ну, отбор-то, конечно, есть всегда, в зависимости от того, насколько заполнен труп, если, допустим, наша трупа у нас, как это называется, правильно? Римит. Ну, можно, да, наверное, так выразиться. Если мы не нуждаемся в артистах, то уже, наверное, идет отбор жестче. То есть уже начинают смотреть, перебирать, потому что основной состав отобран, и, как бы, здесь, а если трупа еще есть возможность, как бы, попасть сюда, то, ну, как-то они уже, наверное, лояльнее. А что касается, там, маленьких или высоких, на самом деле нужны все. И маленькие, и высокие. Мы не Париж, не Мулен-Руж, да, где все одного веса, одного роста и с одинаковыми формами. В балете вообще нужны высокие и невысокие, потому что, как вы знаете, есть танец больших лебедей, есть танец маленьких лебедей, есть красные шапочки, которые большие девочки, ну, будут смешно, если большая дылда выйдет и будет искать, где же бабушка. Да, а маленькая девочка смотрится в этих партиях хорошо. И потом, ну, невысоких, средних девочек поднимать-то легче, чем высоких. Высокие просто, они есть, они красиво танцуют, они стоят. Она вышла, встала, уже хорошо. А маленький раз-раз повертел, перекрутил, поднял, опустил. Мальчику хорошо, а так мальчиков тоже надо беречь. У нас их тоже немного. И давайте я вам предлагаю развеять еще один стереотип. Говорят, что у балерин личной жизни нет или она приходит слишком поздно. Ваше мнение на этот счет? Есть. Есть личная жизнь, личная жизнь есть. Вот, просто кто-то ее показывает, кто-то не показывает. Ну, как один раз нам сказал наш художный руководитель, пожалуйста, ищите вторых половинок в труппе. Легче расселять на гастролях в один номер и так далее, и тому подобное. И нет того, что меня на гастроли муж не отпускает. Вместе все ли поехали? Вот. Ну, есть, конечно, такие моменты, что у балерин есть мужья, которые совсем других профессий. Ну, да, с трудом отпускают на гастроли. А так, я считаю, что жизнь у балерин есть личная. Самое, что ни на есть, настоящее. Получается, у вас в труппах действительно больше количества именно ребят, которые вместе со своими коллегами встречаются. Сколько у вас таких? Вот даже в вашей труппе. Ну, пар 8, наверное. Да, 7-8. То есть прислушались к дельному совету, да, и решили далеко не уходить. Это вот именно тех, которые официально уже зарегистрированы в браке, да? Нет. Зарегистрированы в браке, наверное, ну, пар 3-4, вот так. Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот если, допустим, один начал встречаться с другой, с одной труппы, и тут у них разлука, все, я тебя ненавижу, пошел ты вон отсюда. Что в этом случае делается? Как это влияет на рабочий процесс? Да, как на труппы это влияет и так далее. У хороших артистов балета никак не повлияет на рабочий процесс. Всю свою личную жизнь, все свои личные проблемы мы оставляем там. Да, мы оставляем, как это говорится, за периметром, да, театра. Вот, выходим на сцену, и если так уж сложилось, что мой бывший парень, мой партнер, то я буду ему улыбаться, и только пусть попробует меня уронить. Поэтому, ну... А вообще такое бывало, вот такие казусы на сцене, на премьерах, вот когда действительно что-то прям слетали поддержки? Конечно, да. От этого никто не застрахован, все мы люди, и что мы делаем в зале, это, конечно, рабочий такой момент, а когда мы выходим на сцену, появляются костюмы, появляются эмоции, появляется свет, софитов, появляются зрители, адреналин, страх. И когда-либо, наоборот, от сильного волнения можно перестараться, и там не успеть, или разошлись с партнером, не одинаково вступили. Конечно, вот. И нужно сделать так, чтобы никто ничего не понял, не догадался, не получилось, не получилось, пошли дальше. А как потом вот ваши постановщики, руководители, они как-то вас ругают, или вот действительно относятся с нисходительностью, что ну ладно, было и было, или даже штрафы какие-то, что... Нет, штрафов нет, потому что все-таки все же понимают, что мы живые люди, и это нормально, это нормально, когда не получается. Не ругают, но разбирают, почему не получилось, кто виноват, что нужно сделать для того, чтобы избежать это в следующий раз, когда можно исправиться, вот, конечно. Отрабатывать будете, да? Отрабатывать, конечно. Хорошо, ну, ребята, в той студии очень интересно было бы услышать ваши вопросы. Давайте я начну, да? Ну, первый вопрос меня вот очень интересует. Есть ли у вас любимая партия, любимые постановки? Потому что у нашего театра очень много постановок, в том числе воссозданных через много лет, и сейчас активно идет такой процесс. Насколько я знаю, ну, Ривский фестиваль ставит «Эсмеральду», заново, да? И вот хотелось бы узнать, что вы предпочитаете, что у вас самое любимое, возможно, получается идеально, и, возможно, мне бы хотелось очень увидеть вас в роли уже в театре. Ну, безусловно, есть любимые балеты, любимые партии в этих балетах. Я, к примеру, очень сильно люблю балет Анюта Гаврилина. Я просто, я очень его люблю. И с великим восторгом всегда выхожу на сцену и с удовольствием танцую. Нельзя сказать, что я другие балеты танцую как-то по-другому, но вот здесь внутри, да, вот это вот состояние, когда ты понимаешь, что тогда и музыка, и божественная, и все. Есть, где просто, да, танцуешь, но как-то менее нравится. Ну, а мне нравится спектакль, национальный спектакль, балет Шуралена, музыка Фарида Ярулина. Наверное, в первую очередь мне нравится музыка, и как бы она меня приводит в такой восторг душевный, дает душевный подъем, что, ну, хочется танцевать. Да, на самом деле от музыки зависит очень многое, очень многое. А когда музыка неинтересна или как-то, может быть, непонятно, да, то немножко сковываешься и даже не совсем, может быть, чувствуешь, когда есть музыка такая прекрасная, все, уже тело само за тебя делает. У меня будет вопрос. Сколько времени нужно на подготовку балетного танцора, включая хореографическое училище? И может ли человек, не оканчивая хореографическое училище, прийти в балет? Ну, вот мы уже говорили об этом, что для полного усовершенствования артиста балета, конечно, мы усовершенствуемся всю жизнь балетную, да, но для готового артиста балета хватает 8 лет в училище. Это тот промежуток времени, когда нарабатывается вся база, проходятся все движения, и, окончив училище, мы приходим уже готовыми, абсолютно готовыми к театральной жизни, вот. А не оканчивая хореографическое училище, ну, это надо быть очень выдающимся и талантливым человеком от природы, чтобы танцевать в балет, не учась в училище. Еще такой вопрос. Если человек занимается в хореографическом училище, а потом параллельно начинает учить, допустим, социальные танцы, что-то вроде сальсы, будет у него портиться техника в последующем для балета или нет? Если он параллельный, то будет совмещать? Мне кажется, нет. Если человек занимается каратэ, то да. А если человек занимается сальсой, то у нас, например, есть в труппе одна пара, которая очень любит бачату. И что вы думаете? Они два раза, нет, один раз в неделю, в воскресенье, когда у нас чаще всего бывает свободный вечер, они ходят на бачату. А это не Эльдарст, они? Именно они. Они ко мне ходят. Вот. Ну вот. Поэтому они у нас в любое свободное время начинают танцевать. Да, я про это прошу. Вот. Уже пританцовываете. Говоря о личной жизни, вот, бывает ли у балерин, у балеронов, скажем так, возраст, когда, например, может завести ребенка, там, или выйти замуж, или же ограничения по возрасту совершенно нет? Ведь, если, например, четыре пары одновременно, допустим, заменяют ребенка, то кто-то вообще останется в труппе, кто будет оттанцевать? Я вас немножко исправлю. Балерины и танцовщики. Да, вот. Опять же скажу, что балерины – это такие же люди, как все мы здесь, да? И жизнь, она для всех одна. Поэтому все идет по воле сердца, так? Когда нет такого, что вот ты в этом возрасте должен выйти замуж, в этом возрасте ты должен родить. Как говорится, как Бог дает, тогда надо и брать. У нас были такие случаи, когда у нас пять-шесть человек к девочке уходила сразу в декрет, и труппа становилась пустой. Вот. И приходили проверяться, и всех брали, 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 брали. А потом девочки сразу одновременно пришли с декрета, и у нас теперь такая большая труппа стала, и дети бегают везде. Поэтому такое бывает. Вот. Как сказать, как это все получится, так и получится. Это правда, что балерина как-то проще восстановиться после родов? То есть вот насколько вообще в форму быстро они приходят? Какие были случаи такие из практики в театре? Ну, вот у нас одна балерина, например, она вышла в декрет и была в декрете шесть лет. Возвела двоих детей, пришла, ей хватило полгода. Ей хватило полгода, чтобы восстановиться до той формы, в которой она была. Вот. Ну, это как, знаете, как на велосипеде, когда она научилась кататься, уже никогда в жизни не разучишься. И ты приходишь, если даже думаешь, что ты ничего не сможешь, ноги сами за тебя все сделают, ноги, руки, обладающие мышечной памятью, они молодцы. Хорошо. Ну, и еще такой самый, тоже, я считаю, нашумевший миф о том, что вот балерины, они сидят действительно на диетах постоянно, что есть даже свои какие-то особенные у них там секретики по питанию. Правда это или нет? Или вы все-таки позволяете себе кушать, в принципе, все, что вы хотите? Ну, конечно, это есть. Конечно, иногда говорят, допустим, там, тебе нужно немножко тут похудеть, там, тебе вот тут вот нужно. Это есть, но, мне кажется, уже каждый сам выбирает свою какую-то, свою либо диету, либо рацион питания. Но вас там не взвешивают? Нет, нас не взвешивают. Еще нас трогают. Трогают. Нам подходят и говорят. Еще бы так, процент жира там зашкаливает, да, вот тут вот. Ну-ка, сними-ка юбочку, повернись-ка ко мне. Сразу понятно становится. Ну, вот чем вы питаетесь? Давайте, Люба, Даша, расскажите нам свой рацион. И вообще, успеваете ли вы нормально покушать? Тем учетом, что у вас действительно такой, как бы, график с утра репетиции, небольшой перерыв, вечером опять репетиции, и концерты, и балеты. Ну, да, я успеваю покушать, потому что, не знаю, у меня так, если я нормально не покушаю, то у меня не будет сил работать. Ну, к тебе совсем не занимается. Ручки тоненькие-тоненькие. Ну, так, это вообще хорошо, слава богу. Вот, на самом деле, конечно, я сама очень много экспериментировала с этим, еще будучи в училище, очень много тоже сидела на диетах, ну, скорее, не сидела на диетах, а просто мало ела и совсем урезала свое питание. Но сейчас я понимаю, что это все неправильно. На мой взгляд, должен быть разумный подход к еде. То есть, как для любого человека нужен здоровый рацион, здоровое питание, так и для нас тоже. Если ты будешь хорошо питаться, то откуда же жир будет откладываться, если ты будешь есть здоровую пищу. Поэтому, ну, вот, я так придерживаюсь этого. Ага, благодаря. Ну, вы знаете, я вот раньше очень сильно худела, постоянно я себе не нравилась, я ела только йогурт и сыр, и, в общем, жутко себе испортила и желудок, и муж на меня смотрел, но приходилось готовить ему отдельно и отдельно себе. А потом, в какой-то момент я поняла, что так дальше продолжаться не может, и я начала есть вместе с мужем, то есть, ну, там, просто в уменьшенных количествах. Я начала худеть. От того, что я стала есть нормально, я стала худеть. Мне так понравилось. Мне так понравилось жить как нормальный человек, есть как нормальный человек и при этом поправляться. Вот. И вот у нас недавно же был пост, и для балетных тоже, в принципе, можно. У нас некоторые держат пост, но это, конечно, тяжело. Вот мне тяжело, например, да, я последнюю неделю сидела без мяса, мне не хватает. Вот. Я люблю курицу, я люблю мясо, вот. Поэтому мы едем абсолютно спокойно. Знаете, у нас такие булочки в буфете, ну, как пройдешь мимо. Вот. Ну, съел, потом попрыгал, все нормально будет. Все уйдет. То есть, в принципе, вы себя все равно, как бы, ну... Ну, тут сейчас по глазам было видно, крик души такой. Разумно, разумно. Ну, как, например, летом, жаркий там, вечер, не съесть мороженое. Ну, можно же, правильно? Я же не килограмм с ним, а чуть-чуть, да, конечно. Конечно. Хорошо. Все, вопросы ваши? Здравствуйте, у меня вопрос есть такой. Вот когда в трубу приходят новые танцоры или балерины, им устраивают какое-нибудь посвящение? Ну, как говорится, такого прям посвящения нет. Наоборот, кто приходит, если они, как у нас такая есть негласная традиция, с первой зарплаты они должны проставиться. Собрать всю труппу и проставиться, где должны выслушать все нравоучения от взрослых и так далее. Как сказать, влиться в коллектив. А если каждую неделю у вас будет новый человек? Если они каждую неделю приходят, то они обычно объединяются и вместе выливаются. Кто-то забыляет как-то балерины, видите, просто балеты, ответственность все-таки делает. У меня вопрос по поводу Нуреевского фестиваля. Почему фестиваль имени танцовщика из Башкири проходит в Таре? Ну, скажем так, Рудольф Нуреев, он, во-первых, известный танцовщик, великий человек. И он приезжал к нам в Казань в 1992 году и даже дебютировал у нас в качестве дирижера. Сначала симфонического оркестра, потом и оперного оркестра. И, конечно же, это была большая честь для нашего театра, для нашей труппы, что сам великий Рудольф Нуреев дирижирует балет. И вот так дирекция театра решила и предложила Рудольфу Нурееву назвать в честь него наш фестиваль. Он незамедлительно ответил своим согласием. Вот как-то так это все и получилось. С тех пор, уже 29 лет, фестиваль носит имя Рудольф Нуреев. Ну, так как мы подошли к теме этого фестиваля, я напомню, что он будет проходить с 11 по 28 мая в Международный фестиваль классического балета. И расскажите, пожалуйста, что ждет зрителя в этот раз. Опять же, открываем за кулисью, подсматриваем. Наш фестиваль в этом году откроется премьерой, премьерным спектаклем «Эсмеральда» в постановке Андрея Петрова. Это народный артист и организатор, и художественный руководитель театра «Кремлевский балет» в городе Москва. Сейчас как раз у нас проходят каждодневные оркестровые репетиции. Мы в ускоренном темпе готовимся. Ну, будет два спектакля. Первый спектакль исполнит полностью наша труппа. Второй спектакль состав солистов будет из кремлевского балета. Также в рамках фестиваля пройдут такие спектакли, как «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Шурале», «Боедерка», «Спартак». Также новая постановка Владимира Васильева на «Мессу Баха». И завершится наш фестиваль спектаклями санкт-петербургской труппы Эйфмана. Евгений Онегин и Роден. Вот такой фестиваль нас ожидает. Очень насыщенный фестиваль. Ну, смотрите, билеты раскупились за одни выходные. То есть в пятницу или субботу началась продажа, и все. Подчистую. За один день. Вот, даже так. Как быть другим, кто не успел и проворонил такую возможность пойти на балет? На самом деле это вообще какая-то такая странная, мистическая вещь. Мы сами не знаем, куда делись билеты, потому что мы сами без билетов остались. Да, то есть это очень тяжело. Кассы открылись с 10 часов, люди занимали очередь с часа, с двух. Вот, стояли просто там, кто на машинах, кто так. Вот, стояли, и касса открылась с 10, и уже очень было мало билетов. Некоторые скупали по 50-60, потом поставили лимит, потому что, ну, все уже. Вот, ну, билеты, они за несколько часов улетучились. Вот, ну, мы даже не знаем, куда, 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 где они, где их искать? Может, у распространителей, скажите, где эти распространители? Билетовины сами придут к вам и купят билеты, да? Так и есть, потому что наши родители, да, там, у кого-то иногородние приезжают, хотят попасть на фестиваль, у нас там тоже нет билетов. Как вы считаете, с чем связана вообще такая, ну, такой интерес, такая популярность и мода вообще на балет? В том числе. Ну, вы знаете, я скажу, что, наверное, так не везде, потому что я не хочу нисколько, как бы, унизить достоинство театра в городе Уфа, потому что все-таки там я училась, я благодарна моим педагогам, но, допустим, в Уфе театр ходит гораздо меньше людей, и заполняемость зала не такая, как здесь. Поэтому, наверное, ну, это лишь мое предположение, может быть, это зависит от культуры, наверное, общества, населения, и я смею так предположить, что, наверное, здесь, в Казани, ну, общество немного другого статуса. Адухотворение. Да, они охотнее идут в театр. Культурная такая тоже столица Казань. Потому что, ну, правда, заполняемость зала очень хорошая. Да, но особенно на юрийский фестиваль уже это такой, если 29 лет он идет в Казани, да, это уже известное событие, все его ждут и знают, что зрители, да, знают, что приезжают какие-то именитые звезды. У нас приезжали и сам Цискоридзе, и Волочкова та же самая, да, с которой мы начали. Вот. Все равно, какими там слухами они не обрастали, все равно интересно же посмотреть, как они танцуют, как они выглядят. Поэтому зрители идут именно посмотреть на других, потому что не всегда же есть возможность попасть в Большой театр или уехать за границу, посмотреть на этих танцовщиков. А в мае эти танцовщики все собираются здесь, поэтому почему бы не сходить, конечно. Кто успел купить билеты, им очень повезло. Кто не успел, я даже не знаю, ну, в следующем году вставать быстрее в очереди или в интернете покупать, да, либо приходить в новый сезон. Ну, в общем, желаем вам больших успехов. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на программу. Спасибо, что позвали. Присоединяюсь к славам Виктории. Благодарствую вам, друзья, что вы пришли к нам на программу. На это все. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Вели его для вас. Виктория Новикова и Роман Плинсков. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова